Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я приветствую всех, кто участвует в первом пророческом саммите онлайн. Обычно в это время года мы проводим саммит с тысячами людей в Омега Центр Интернашнл, а я открываю это мероприятие. На следующий день словом делится Джонатан Канн, а затем и другие спикеры. В прошлом это было наше самое популярное мероприятие, однако из-за коронавируса, я знаю, что вам так же, как и мне, надоело слышать это слово, мы не можем собраться вместе. Нам нужно придерживаться социального дистанцирования, и мы не можем провести это собрание. Но мы не собираемся сдаваться. Давайте начнем с моего первого послания, раскрывая код Маранафы. Я хочу поговорить с вами о библейских языках, потому что они важны во всем этом. В Библии 66 книг. Ветхий Завет в основном написан на иврите, за несколькими исключениями. Например, книга Даниила со 2 по 7 главу написана на арамейском, а Новый Завет написан на греческом. Как говорят исследователи Библии, Иисус говорил на сирийском, арамейском, как и жители Галилеи. Но Новый Завет был написан на греческом. Почему Новый Завет был написан на греческом? Потому что Александр Великий захватил мир, и на греческом начали говорить все. Он оставался популярен даже во времена Римской империи. Конечно, римляне говорили на латыни. Но так как Новый Завет был написан на греческом, люди во всех провинциях Римской империи, которые знали греческий, могли перевести послания людям. Меня поражает одна вещь, о которой вы, возможно, не знаете. Есть слова на арамейском, которые используются во всей Библии. Я назову вам пять таких слов. Первое слово — это «авва». Мы видим это слово в Евангелии от Марка, 14 главе, 36 стихе. Надеюсь, я не ошибаюсь. Это слово означает «отец». Иисус говорит, чтобы мы не называли человека «рака» или «глупцом». Это арамейское слово, которое мы видим в Евангелии от Матфея, 5 главе, 22 стихе. Мы также видим другое слово. Евреи называли своих учителей раввинами. Но мы видим слово «рабона», которое означает «учитель» в Евангелии от Иоанна, 20 главе, 16 стихе. Есть еще одно слово, которое хорошо известно всем, кто читает Новый Завет — «осанна». Это слово означает «господи, спаси нас». Мы видим его в Евангелии от Марка, 11 главе, 9 стихе. Есть еще одно слово «эфефета», которое означает «быть открытым». Мы видим его в Евангелии от Марка, 7 главе, 34 стихе. Я хочу показать вам, что в Новом Завете есть слова на арамейском. И мы знаем, что это арамейские слова, когда говорится, что означает. И часто в Новом Завете даются значения этих слов. Я говорю вам об этом потому, что есть одно важное слово, которое находится в Первом Послании Коринфянам, 16 главе, 22 стихе. Я хочу прочитать вам этот стих. А вот что там сказано «Кто не любит Господа Иисуса Христа?» Анафема — маранафа. Мы видим здесь два разных слова, и я хочу рассмотреть эти слова. В этом маленьком стихе используются два слова. Одно из этих слов — греческое, а второе — сирийское, арамейское слово. Обратите внимание, когда вы смотрите на слово, записанное в Первом Послании Коринфянам, 16 главе, 22 стихе, Павел говорит анафема. А потом он говорит маранафа. Это слово из арамейского. Почему он использует эти два слова и что они означают? Греческое слово анафема означало проклятие, которое использовалось против оружия врага в религиозной войне. Это пояснение слова в его оригинальном значении. Повторяю, это проклятие, которое использовалось против оружия врага в религиозной войне. Слово «анафема» означает «проклясть врага». Через минуту мы посмотрим на код, но сначала нам нужно исследовать само слово. В послании Павла неверующим провозглашают анафему, то есть он оказывается под проклятием разрушения. Но он напоминает людям о том, что Господь грядет. Все потому, что это слово «маранафа» на сирийском означает «он идет». Или «Господь грядет». Я переведу так, чтобы вы поняли. Он говорит «Господь грядет», и те из вас, кто не верят в то, что он грядет, находятся под проклятием в войне за веру, потому что вы не верите в то, что Господь грядет. Это сильные слова. Но я хочу подробнее рассмотреть то, что я назвал «кодом маранафы». Многие из вас слышали, как другие служители использовали это слово. «Код маранафы» может быть связан со стихом из Малахии 4 главы 5 и 6 стихом. Мы можем вывести этот стих на экран, и вскоре он у вас появится. Так вот, что сказано в Слове Божьем. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Итак, слово «анафема» связано с проклятием, которое придет. Возможно, Павел говорит об этом месте из Малахии 4 главы. Не забывайте, что это стих про последнее время. «Илья придет в качестве одного из свидетелей, о которых мы читаем в Откровении 11 главе. И когда он придет, то будет являть великие чудеса и знамения». Множество евреев последует за ним. Это пророчество о том, что Илья вернется в качестве одного из свидетелей, о которых говорится в Апокалипсисе Иоанна. Я говорю вам об этом не просто так. Вот в чем суть. Тот, кто отказывается верить, и кто знает, я обращаюсь к тем, кто отступил, потому что вы должны услышать это. Если вы отказываетесь верить, что Господь грядет, «Но знаете, вы оказываетесь в положении анафемы». То есть вы оказываетесь под проклятием, а не под благословением. Земля окажется под проклятием из-за неверия. Если вы не будете верить в возвращение Господа, то вам объявят анафему. Некоторые также считают, что слово «маранафа», которое означает «он грядет», было кодовым во времена Первой Церкви. Как вы помните, в Римской империи римляне говорили на латыни, а греки — на греческом. Но разговорным языком был греческий коэнэ. Люди говорили на греческом латыни. И тут вы видите человека, который похож на верующего. Но вы находитесь в месте, где идут серьезные гонения. А вы могли сказать «маранафа». И если этот человек был верующим, то он понимал, что это кодовое слово, которое говорило о том, что вы тоже верующий. Так считают некоторые. Доказательства не говорят ясно об этом, но есть люди, которые считают, что это возможно. Заложив основание слове «маранафа», я бы хотел перейти к библейским пророческим понятиям. Я дам вам список терминов и мест, где они находятся, а также то, сколько раз они повторяются. Итак, у нас первая фраза «последнее время». Даниила, 8 глава, 23 стих. Упоминается один раз в Библии. «Поздние дни» Даниила, 2, 28. Я даю лишь одну ссылку. Они появляются 11 раз в Писании. «Последние дни» — это второе послание Тимофею, 3 глава, 1 стих. Эта фраза повторяется 8 раз в Писании. Мы также видим фразу «поздние времена». Первое послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. Она появляется один раз в Писании. Обратите внимание на форму. Время конца. Эта фраза записана в книге Даниила, 8 главе, 17 стихе. И повторяется она 5 раз. Последний час упоминается у Иоанна во второй главе. Также в послании к евреям, 9 главе, говорится о конце века. О последних временах упоминается у Иуды, 17 по 19 стих, там лишь одна глава. Также есть конец. О нем говорится в первом послании Петра, 4 главе, 7 стихе. И еще конец упоминается 150 раз в Писании. В разных местах у этого слова разные значения. Все зависит от контекста. И сейчас я бы хотел вернуться назад и поговорить о последних днях. Мы часто слышим об этом. Коронавирус поднял множество вопросов, и я не буду вдаваться в подробности, потому что вы сами знаете о них. Я бы хотел разобраться в том, что такое последние дни. Как нам понять, что мы живем в последние дни. Я бы хотел представить вам четыре разные значения последних дней в богословии. Я считаю, что наше время – это время конца. Время кончины века и последних дней. Это все те фразы, о которых мы говорили ранее. Первое значение последних дней – это время, когда будут происходить последние библейские знамения о конце века. Эти знамения раскрываются в Евангелии от Матфея, 24 главе, Евангелии от Марка, 13 главе, Евангелии от Луки, 17 главе и 21. Мы видим четыре ссылки в одних лишь Евангелиях, и это не учитывая послания Павла и других. Второе значение последних дней – это время, когда последняя мировая империя будет править с Антихристом и его десятью царями. Наши специалисты сделали зверя, который находится за мною. Это его изображение. Это тело, у которого лицо льва, тело леопарда, ноги медведя. У него семь голов и десять рогов. Это последняя империя Антихриста. Здесь мы видим историю всех империй вплоть до времени Антихриста. Мы называем это системой зверя или царством зверя из Апокалипсиса, Книги Откровения. Об этом говорится в 13 главе Откровения. Второе значение – это время, когда последняя мировая империя, как говорит Книга Откровения, будет править с Антихристом и его десятью царями. А вот как вы можете понять, что это время – конца времен. Третье – последние дни – это время, когда Евангелие достигнет всех народов мира. И тогда наступит конец. Это один из моих любимых стихов. Записан он в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной в свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Четвертое значение последних дней, которые я вижу в Писании – это время, когда начнут исполняться знамения, указывающие на возвращение Христа. К таким знаменям относятся войны и военные слухи, голод и землетрясение. Ключ к последним дням. Я повторю еще раз. Последние библейские знамения, связанные с концом века, последней империи, проповедью Евангелия – это не две или три вещи, которые говорят о наступлении последних дней. Только когда все четыре знамения вместе исполнятся в один промежуток времени, мы увидим конец. Если вы следовали за мной в пророческом слове на протяжении 25 или 30 лет, я настолько стар, что не помню, сколько я проповедую. Если вы следовали за мной с самого начала, и слышали учения Ховарда Линдси, Грега Джеффри, Джаральда Чорча, Джека Ваннипи, многие из этих мужей уже отошли к Господу. Нас осталось всего четверо, кто придерживается исключительно пророческих проповедей. Точнее, нас пятеро. Но когда начнется кульминация этих событий, то за одно поколение, и мне кажется, что мы это поколение, то мы увидим это. Я проповедовал 44 года об этом, но мы действительно подходим к знамениям конца. Я слышал учения о пришествии Господа еще в детстве. Я помню одно послание, о котором не забуду никогда. Им поделился мой наставник, доктор Т. Л. Лаури. У него была своя манера подачи, и каждый раз, когда мы вспоминаем его, то вспоминаем его голос. У него был особенный голос. Если я правильно помню, то мне было тогда около 11 лет. Доктор Лаури приехал в Церковь Божию в Роу-Напе, штат Вирджиния. Я недавно был там. Надеюсь, вы видели меня в Фейсбуке. Доктор Лаури всегда был одет в темный костюм с белой рубашкой и красным галстуком. Он всегда ходил так. Это был его стиль. У него были черные туфли из кожи аллигатора. Кстати, эти туфли у меня. Он отдал мне обувь, в которой проповедовал. Они ничего не значат для большинства, но они важны для меня лично. Но его нога была больше моей, так что я не могу носить их. Так вот, я был ребенком, а он проповедовал о возвращении Господа. И тогда он сказал, сегодня вы сидите в этом горячем шатре, вы сидите на этих жарких стульях. Но мы с вами знаем, и Бог знает, что если вознесение наступит сегодня, некоторые из молодежи попытаются ухватиться за штаны отца или за подол матери, надеясь, что вы сможете вознестись с ними. Но этого не случится. Я сидел сзади и слушал. Это был первый настоящий призыв к покаянию, на который я ответил. Позже я был крещен в Духе Святом, но я не забыл этого. Тогда мне было 11. А 23 июня 2020 года мне будет 61 год. Я даже не могу поверить в это. Это просто невероятно. Я начал служить позже, но все то время я слышал и верил, а потом и учил о том, что Иисус вернется назад. Я бы хотел разобраться с кодом Маранафы и показать вам множество слов из Нового Завета, которые связаны с возвращением Господа. А также поделиться свежими откровениями. Есть 8 греческих слов. Сейчас я перепроверю, чтобы потом не сказали, что я что-то напутал. Да, их действительно 8. Я не специалист по греческому, поэтому буду произносить их так, как смогу. В Новом Завете есть 8 слов, которые связаны с возвращением Господа. Первое и самое важное слово связано с откровением Павла о возвращении Господа. Это греческое слово «харпаза». На греческом оно означает «вознести», «забрать силой» или «схватить». Вот где это слово находится в английской Библии. Второе послание Коринфянам. 12 глава, 2 стих. Павел говорит о том, что был восхищен на второе небо и увидел тайны рая. Во втором послании Коринфянам, 2 главе, 4 стихе, Павел говорит о том, что был восхищен в рай на третье небо. Это второй стих, 12 глава. Затем он говорит, что был восхищен в рай. Он дважды использует слово «харпаза» в 12 главе 2 послания Коринфянам. В 1 послании Фессалоникицам, 4 главе, 17 стихе, Библия говорит «восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе». Там тоже стоит слово «восхищены». А четвертая ссылка находится в Откровении, 12 главе, 5 стихе. Там говорится о том, что ребенок будет восхищен к престолу Божьему. Мы видим всего 4 отсылки. И все эти отсылки связаны с греческим словом «харпаза». Кроме того, они связаны с третьим небом, раем, встречей с Господом на облаках и ребенком, который вознесся на небо. Все эти места указывают на одну вещь — переносы с земли на небо. Я повторю еще раз. Это физический перенос с земли на небо. Павел говорит во 2 послании Коринфянам, 12 главе, что он не знает, в теле или вне тела, но Бог знает. То есть здесь немного по-другому. Он не знает, оставил ли он свое тело. Мы называем это переживанием «вне тела» или просто «увидел видение». Но слово «восхитить» и греческое слово «харпаза» означают «забрать» или «схватить». Мне нравится исследование Кеннета Уэста. Он один из лучших специалистов по Библии, за исключением Рика Реннера. Рик Реннер феноменален. Но Кеннет Уэст дает 4 значения слова «харпаза». Я хочу поговорить о них, а потом дать вам ссылку, которая связана с возвращением Господа в контексте истолкования Уэста 4 значений «харпаза». Пожалуйста, будьте внимательны. Одно из значений — забрать силы. В послании Ефесиным 2 главе 2 стихе мы узнаем о том, что Сатана — князь, господствующий в воздухе. Человек управляет первым небом, Сатана — вторым, Бог — третьим. Но между миром человека, землей до небес, где правит Бог, где находится его престол и Новый Иерусалим, есть второе небо с начальствами и властями, мироправителями тьмы и нечестивыми духами. И это означает, что Бог должен пронзить атмосферу силой, проникнув в мир Сатаны, чтобы забрать верующих. Вот почему «вознесение» — это богословский, а не библейский термин. Будет внезапным. Оно станет сюрпризом как для Сатаны, так и для людей. А вот второе значение этого слова. Как говорит Кеннет Уэст, второе значение слова «харпаза» — «спасать от опасности». Первое послание Фессалоникицам, 5 глава, 9 стих. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего и Иисуса Христа. Бог не определил нас к опасности, но к спасению от этой самой опасности. Как я уже говорил, пришествие Господа не подразумевает наше прохождение через Великую Скорбь со всеми ее ужасами. «Великая Скорбь станет судом для мира, для неверующих, для неспасенных». Цель пришествия Господа — это спасение нас от опасности. А вот третье значение греческого слова «харпаза». Оно означает «перенести из одного места в другое». Енох был перенесен живым на небо в пятой главе бытия. Илья в четвертой книге царств, второй главе, был перенесен живым на небо также. Иисус после воскресения из мертвых, помните, в книге деяний первой главе, перенесен живым на небо. В Евангелии от Иоанна 14 главе, первом и втором стихах сказано, «Да не смущается сердце вашим, веруйте в Бога и в Меня веруйте». В доме Отца Моего обицыли и много. А если бы не так, я бы вам об этом сказал. Ну а теперь я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам это место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Четвертое значение этого слова, как говорит Кеннет Уэст, «Охотно принимать что-то или кого-то для себя». Именно это мы и видим в Писании. Иисус сказал Своим ученикам. Кто знает, что мы с вами ученики Господа сегодня, в 21-м столетии. Итак, Иисус обращается сквозь времена и говорит всем нам, «Я иду на небо для того, чтобы приготовить места для каждого из вас, потому что вы очень дороги для Меня». Теперь вы можете получить доступ к новому ресурсу Пэристоуна — Пророческому саммиту 2020. Пророческий саммит 2020 был снят на студии «Голос евангелизации». Вы услышите 8 актуальных пророческих посланий от Пэристоуна и Билла Клауда. Он доступен в наборе из 8 DVD или 8 аудиодисков. Этот сборник поможет вам и вашим близким разобраться с важными вопросами, актуальными в этот момент истории. Вот что вы получите, когда сделаете заказ. Какие события связаны с воскресением мертвых в последнее время? Пэристоун исследует этот феномен в теме, раскрывая код Маранафа. Как победить силу царства тьмы и высвободить силу царства Божьего? Билл Клауд рассмотрит этот вопрос в учении тайна разрушителя царства небес и царства тьмы. Описывает ли Библия продвинутые военные технологии, которые уже есть у некоторых стран? Вы узнаете об этом учении Пэри, будущие атаки ЕМП и апокалиптические пророчества. Утратили ли христиане контакт с важным духовным наследием, которое проявлялось в жизни библейских патриархов? Билл Клауд призывает вас вернуться к этой исторической связи в учении «Фактор Иосифа». В учении «Грядущая война Гога и Магога» и файл Иезекииля Пэри Стоун расскажет, как символическое описание войны в книге Иезекииля может исполниться в последние дни. Билл Клауд исследует битву, которую упускают большинство учителей между Израилем и потомками другого древнего народа в учении «Война в Едоме». Раскрывая параллели между историей Еноха и описанием Второго пришествия Иисуса, Пэри поделится своим учением «Шифр Еноха» — «Будущие космические знамения, возвращение Христа». И напоследок, в послании «Тайна последних родовых сваток» Пэри Стоун расшифрует пророческие знамения, связанные с Израилем, природой, космосом, церковью и язычниками. Тысяча зрителей присоединились к Пэри Стоуну и Биллу Клауду на этом мероприятии, и теперь вы тоже можете побывать на пророческом саммите. Закажите этот актуальный сборник пророческих учений на нашем сайте или позвоните по номеру, который видите на экране. Вы также можете связаться с нами, написав по адресу, который видите на экране. Попросите предложение 20PS1 за пожертвование в 60 долларов. Или DVD. Ваша поддержка позволяет нам проводить мероприятия и нести Слово Божие людям всего мира. Спасибо. Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение Пэри Стоуна. Вам стоит заказать учения с пророческого саммита, которые вы только что видели, потому что это одни из моих любимых учений Пэри Стоуна и Билла Клауда. Они чудесная команда, которая вместе учат библейским пророчествам. Учение этого пророческого саммита стало одним из моих любимых, потому что они затронули множество актуальных событий. Я никогда не видел мир в таком состоянии, как сейчас. Если вы, так же, как и я, хотите разбираться в Библии, то в вашей домашней библиотеке должны быть такие пророческие учения. Чтобы получить их, зайдите на наш сайт и закажите их. Кроме того, вы можете поехать в Израиль с Пэри. Тур с Пэри Стоуном по Израилю воистину уникален. А если вы хотите найти еще больше учений, заходите на наш сайт, потому что там вы найдете множество курсов, которые только ждут вас. Вы можете скачать их всего за пару минут и услышать учителей со всего мира. Мы знаем, что Бог благословляет людей в это непростое время, потому что от престола Божьего течет река, которая несет благословение. Мы ожидаем чудесных дней впереди. Пусть Господь благословит и сохранит вас в продолжении вашего хождения с Ним в Его чудесном слове. Пожалуйста, молитесь за нас, как мы молимся за вас. Пэри Стоун приглашает вас в Тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова